Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Признается в соцсетях Клава Безверхова, что волей-неволей она вынуждена отпустить Артема Гранта в новые отношения. Сама Клава осталась с носом, разбитым к тому же в ходе вечеринки на поляне Дома-2. И без подруги Алины и Ордан, с которой рухнула дружба из-за поцелуев Клавы с Максимом Колесниковым, хотя все и зрители Дома-2 и сама Безверхова прекрасно понимают, что никакой любви у нее с мужем Настей Стецевят не будет. Не потому ли утверждает Клава Безверхова, что чувства у нее к Гранту остались, но она вынуждена Артема отпустить к другой. Пока же будет участница Безверхова комментировать в эфирах Дома-2 похождения Гранта и его увлечения новой пассией. Милана Вяземская показала новую татушку на попе. Теперь на ее ягодице красуется надпись Дом-2. Как вам? Пишите комментарии. Стало известно, что на Доме-2 меняют формат съемок и набирают новый состав участников. Теперь героям телестройки дают время побыть без микрофонов и познакомиться между собой поближе. Ребята отпускают за периметр, как Алексея Безуса, но взамен они должны показывать яркое шоу со всеми вытекающими. По словам Миланы, в последний приход на поляну зашло сразу пять человек, в том числе новая девушка Артема Гранта. В периметре выключили камеры и свет. Для ребят поставили дискотечную музыку и разрешили им веселиться около бассейна без присутствия операторов. Съемки эфиров будут вести один раз в сутки с 12 часов дня до 24 часов ночи. Затем из этих нарезок будут формировать сразу четыре эфира. В остальное время участники и сотрудники проекта полностью свободны. Герои телешоу могут жить за периметром и приезжать на поляну из города. По всей видимости, организаторы телестройки попросту начали экономить на производстве шоу. Значит, топовые участники с высокой зарплатой и отсутствием интересных тем скоро отправятся за ворота. Можно ли спасти реалити-шоу в связи с появившейся конкуренцией на телеканале ТНТ? Или дом устоит перед новыми трудностями? Милана Вяземских больше не самая пухленькая участница телестройки. Более того, она уже и толстой себя не считает, как внушали ей проектные парни, заставляя ходить в спортзал, и отбирая у нее виноградные напитки. Более того, Милана чувствует себя прекрасно, поглядывая на свою соперницу Карину, которая появилась на поляне во время последнего кастинг-шоу Новые лица. Новенькая Карина Штальян может повторить успех Саши Черно на Доме 2, так как Милана с этой задачей не справилась. Милана начала худеть и выстраивать отношения с ребятами, а не ругаться. Так что у Карины с весом 135 килограммов больше шансов стать новой звездой реалити-шоу. Помнится, Александра Черно была без тормозов, когда впервые появилась на Доме 2, приставала к парням, танцевала стриптиз, раздевалась догола, дралась и ссорилась с участницами проекта. Замуж Черно вышла тоже при поддержке продюсера телешоу, но и в семье за периметром она осталась фриком. Возможно, Милана и Карина будут делить место топчика, тем более, что с новым форматом шоу они становятся актрисами, а не реальными девушками с комплексами и проблемами. Посмотрим, удержится ли Милана на проекте, вытолкнет ли соперницу за ворота. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шлок. Стало известно, что Алексей Адеев в очередной раз ударил свою девушку Аню, которая с теплом и улыбкой встретила на поляне нового участника Александра, проявившего к ней симпатию. Адеев приревновал Самонину, но по слухам бил ее и руками, и ногами, но этого никто не видел. Вчера на лобном участнике собирались выгнать Адеева за ворота, но ведущие разрешили Пиццемену остаться на поляне до пятницы. В пятницу Лешу выгонят на мужском голосовании, если Аня не передумает и не вернется к своему тирану. Наконец-то Алексей Адеева выгонят с проекта за очередное нападение на Анну Самонину, потому что в последнее время мужчина постоянно распускает руки и уже перешел все границы. Если Самонина простит Адеева, то этого не случится. Впрочем, топовому участнику Дома-2 могут снова дать иммунитет. Как уже помнится из обсуждений на шлоке, мама Анны Самониной предупредила ее взрослого ухажера, что напишет на него заявление в полицию. Подробности ситуации узнаем в вечернем эфире Дома-2, 8 августа. Также на поляне на разборке с Адеевом собирается отец Анны. Успеет ли он поговорить с агрессивным Пиццеменом или Адеева в срочном порядке отправят в отпуск или закроют в изоляторе. Участники Дома-2 не могут жить даже в парах долго без ссор и скандалов между собой, ведь это залог ярких эфиров и обсуждений. С поляны Дома-2 пришла новость, что поругались Иван Бартиков и Кристина Бухенбалты. И поводом ссоры стал поступок Леши Адеева, который избил Аню Самонину. Припомнила Крис своему возлюбленному, что он всегда распускал руки в отношениях со всеми своими предыдущими пассиями и получил ответ, которого не ожидала. Ваня Бартиков пообещал Бухенбалта, что его рукоприкладство будет ей нравиться, раз уж она вспомнила о его агрессивной натуре и привычке решать все вопросы кулаками. Не только пропали куда-то все планы на совместное будущее от этих слов у Бухенбалты, когда прорвала Бартикова на искренность. Или по заказу редакторов теперь станет Бухенбалты грушей для битья у Ивана, ведь словесно выяснять отношения и с парнями, и с девушками он не умеет. Придется Крис искать радость жизни от его кулаков или милые бронятся, только тешатся. Ольга Бузова в конце июля объявила о покупке дома мечты в Сочи за 100 миллионов рублей. В нем три этажа, 250 квадратов, евроремонт, бассейн, паркинг, зона барбекю, до моря 45 километров. Однако журналисты телеграм-канала Звездач усомнились в столь высокой стоимости недвижимости и попросили дать профессиональную оценку риэлтора Юрия Паршикова. Эксперт подтвердил, что дом должен стоить намного меньше суммы, названной Бузовой. Склоняюсь к тому, что его стоимость не более 75 миллионов рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 миллионов, потому что именно этот дом выставлен в срочном порядке на продажу, рассказал риэлтор. Ольга Рапунцель сокрушается по поводу так быстро пролетевшего лета. Впрочем, Оля не скрывает, что намерена продлить теплые деньки поездкой к морю. Экс-участница Дома-2 даже определилась с курортом и теперь ждет, когда же упадет цена на билеты до Турции. По признанию молодой мамочки, пока перелеты выходят для них слишком дорого. А вот, судя по фотообъявления, которое повесили в подъезде, где проживают Рапунцели, у звездного семейства настали тяжелые времена. Так, к примеру, долг Оли и Дмитрия Дмитренко по коммунальным услугам составляет почти 25 тысяч рублей. И паре даже пришлось напомнить о том, что давно пора внести платеж. Впрочем, удивляться резко упавшему благосостоянию Рапунцеля не приходится, ни для кого не секрет, хитрые буквально не дают Оле прохода, лишая ее рекламных заработков. Более того, они же постарались и лишили работы Диму Дмитренко. И Дима вновь сидит дома и нянчит детей. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.